Еще раз добрый день, дорогие друзья! И отвечу сегодня на один вопрос. Вопрос, который мне понравился самой. Он пришел на e-mail. И этот вопрос был от молодого человека, который не участвовал в семинаре Владимира Бесфамильного, но которому тема моделирования реальности и тема влияний близка. Итак, чем техники влияния отличаются от техник моделирования реальности? Вы знаете, прочла вопрос и сама зависла. Много в этой теме варюсь, много ею занимаюсь. Однако вот раз, и чтобы уложить это все в систему, да еще выдать на широкую аудиторию в простых словах, ну попробуем справиться и с этой задачей. Давайте возьмем техники влияния. Что мы подразумеваем под ними? Мы под ними подразумеваем техники, когда мы можем непосредственно вложить какую-то мысль, идею или порядок действий в сознание другого человека. Как мы можем влиять? Мы можем влиять физически, да? Мы можем подойти, поговорить с ним, мы можем написать ему письмо, мы можем написать ему по электронной почте. Это же тоже техники влияния, да? Но уже более такие, материальные. Мы можем влиять энергетически. То есть мы можем ничего не говорить, например, и ходить как Мегера дома, мимо мужа, да? И он же будет чувствовать нашу энергетику. Конечно же, это тоже будет влиянием, да? Он будет чувствовать, что недовольна. Но при этом мы просто энергетически его пустим вниз за собой. Либо же, наоборот, можем поднять вверх, когда он пришел злой, уставший в уху и в космос. И уже он полон силы и энергии. Это энергетические техники. Есть ментальные конструкции. Есть конструкции ментально-энергетические, которые связаны с эгрегорами. Например, я знаю, зачастую люди используют эгрегор, ну, той же самой техники рейки, да? Или живы, или деир. Они используют неосознанно вот эти эгрегоры для того, чтобы влиять на других людей. Им кажется, что если они там поставят какой-то знак и пошлют человеку любовь, то человек должен обязательно воспринять ее как безусловную. Но понимаете, когда вы задействуете эгрегор, это уже эгрегорная любовь. Это уже переваренный продукт. Любовь божественно отличается от эгрегорных. И за эту любовь уже будет у вас расчет. Вы же запрашиваете у эгрегора что-то. Это пятый план, помним, да? Был ролик на эту тему. И значит, вы за это будете чем-то рассчитываться. Каким-то своим ресурсом. Но это тоже техники влияния. Они сегодня прижиты у людей, которые занимаются этим экстрасенсорикой, достаточно активны. Как мы можем еще влиять на людей? Мы можем влиять на людей через работу с бессознательным, встраивая, осознанно встраивая определенные причинно-следственные связи, которые в дальнейшем будут работать как кармические. Но с таким планом работает крайне мало количества людей ввиду ограниченности доступа к этим техникам. Ну вот, наверное, с техник влияния и все. Что касается моделирования, что у нас с моделированием? А с моделированием у нас интересная тема получается. Моделирование у нас работает на уровне сознания. На уровне сознания мы формируем некий образ, запрос. Мы опускаем его вовнутрь, в область сердца. Мы знаем, чего мы хотим, мы это точно выбрали. Заметили? Вот я говорю, и я меняется на мы. Когда мы говорим о влиянии, кто я влияю? Или мы друг на друга? А когда мы говорим о моделировании, мы говорим мы. Мы влияем. А мы влияем, подразумевается, что я с Богом. Вот в этом, наверное, коренное отличие. Потому что моделирование реальности осуществляется из состояний, когда Бог уже внутри тебя. Когда ты признал, что ты вместе с Ним. Когда ты сотворец. Когда эго готово подвинуться и допустить в реальность то, что не оно правит миром. Когда ключевая программа «Мир служит нам» или «Вселенная служит нам» заменена на «Мы служим Богу». Еще раз. В огромном количестве экстрасенсорных техник ключевая программа «Мир служит нам». Мир должен нам обеспечить нас всем, что мы выбираем. Изобилием, деньгами, мужчинами. Всякая фигню, что нам еще предстоит отфильтровать. Нам ли это надо? Зачастую мы выбираем какую-то вещь и хватаем ту, которую Бог вообще произвел для другого человека, потому что мы вообще не способны фильтровать. Так вот, моделирование начинается с того момента, когда мы уже фильтруем, что конкретно нам надо, и мы учитываем работу Бога по отношению к другим. И мы берем только то, что нам надо, мы не берем то, что предназначено не нам. и у нас уже идет прямая связь. Мы со-творцы вот этой реальности. Да, мы играем с Богом вместе. Богу служит и это наше физическое тело, которое проявлено в этом мире. Оно способно чувствовать, оно способно ощущать, оно способно проживать, оно способно чувствовать подъемы энергии, экстатические состояния, состояние единения и так далее. Если мы возьмем и отбросим, просто отбросим это тело и скажем, что оно нам не надо по каким-то причинам, потому что мы столь духовны, то никакого моделирования уже не будет. Вы же понимаете, потому что это все комплекс. И видите, когда начинаешь рассматривать моделирование, то это уже определенное состояние субъективного восприятия. Если влиять мы можем немножко из других состояний, более низкочастотных, то моделировать мы можем из состояния субъективного, субъективного восприятия, где я признала себя уже творцом и сотворцом, да, я взяла на себя ответственность, я отдала ее на облако, как программу, да, и в то же самое время мой ресурс, моего физического тела, если я его присваиваю себе, он задействован 100%. Задействован весь спектр работы мозга. Если брать практики, если брать практики, которые говорят, тета-ритм, альфа-ритм, дельта-ритм, еще какой-то, нет, господа. Когда вы находитесь в состоянии, когда вы способны быть сотворцами и моделировать, продуцировать реальность, да, вместе с Богом, когда уже признали, что мы, да, то мозг задействован во всем спектре, задействованы все зоны, вся кора головного мозга, и об этом говорят исследования, которые проводились еще Натальей Петровной Бехтеревой. Она работала, когда вместе с закрытыми структурами есть люди, которые участвовали в этих экспериментах и непосредственно рассказывали мне потом о них. Разговор шел о том, что еще тогда было доподлинно известно, что работает весь головной мозг, вся кора головного мозга и одновременно задействуются все диапазоны. Видите, как интересно получается. Моделирование – это, это когда мы смогли соединить и, когда и объективное, и субъективное существует в мозге одновременно, когда его ресурс задействован полностью, когда весь диапазон состояний задействован полностью. О чем говорю? Смотрите, когда мы двигаемся в радость и выше, 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 да, мы четко чувствуем, как вот это ощущение вдоль позвоночника, о котором мы говорили, оно четко поднимается вверх, а тут наступает момент такого, казалось бы, обвала, но при этом тело вибрирует, да, на частоте, на высокочастотной, да, но при этом обвал нам говорит о том, что просыпается какая-то внутренняя сила, внутренний ресурс. Это ресурс веры в себя, неимоверной веры в себя, в свои способности. Причем, самое интересное, что это может быть в абсолютно спокойных состояниях, и вот эти состояния можно принять как за базовые для жизни. И на самом деле это не сложно. Вот из того, что я прихожу, их можно сделать своими базовыми в жизни. Иногда из них выпадаешь, да, потому что тяжело, тяжело пока держать, но это всего лишь вопрос наработки привычки. Любая техника должна стать привычкой, любое состояние должно стать привычным, все должно стать привычным. Но каждый раз, каждый раз ты подстраиваешься под реальность, которая говорит вот здесь комфортно, вот так, здесь комфортно, так, здесь комфортно, так. Это игра вот во всем диапазоне состояния, это игра с открытыми ощущениями, это игра с позволенными всеми чувствами, это игра с минимальным количеством убеждений, и это игра с высокой нравственностью. Уровень доступа вот к этим вот всем вещам открывает наша нравственность. момент, когда мы приходим к себе настоящему, момент, когда мы приходим к себе божественному, момент, когда мы приходим к искренней любви и благодарности Богу, момент, когда мы приходим к восприятию мира как игры, а когда мы играем, помните наше детство, когда мы играем, у нас наступает состояние, Когда вот эта вот игра, она радостная Такая немножко стёбно-радостная Такая восторженная, да Когда просто прёт Вот это всё, всё, что сопряжено с моделированием реальности И в моделировании реальности Когда мы действительно вот в этих состояниях Нам абсолютно пофиг И мы не испытываем состояние отомстить Переделать, изменить Мы не удовлетворены чем-то Нам чего-то не хватает и так далее Поймите, этого уже нет Есть состояние вау Но это вау очень спокойное Потому что эмоции Мы отделяем эмоции и чувства Я уже говорила об этом, это разные вещи Вот когда эмоции отдельно, а чувства отдельно Эмоции не перешкаливают Потому что любая синусоида будет срезана состоянием Как говорят суфи, серой линии Состоянием спокойного восприятия Более это восприятие ещё переведено в наблюдение Вы одновременно и делаете, и наблюдаете И таким образом моделирование реальности Это достаточно сложный симбиоз Абсолютно разных техник Но эти техники получаются встроенными В виде привычек в вашу жизнь Представляете объём работы На самом деле его можно проделать очень быстро Если вы понимаете, что вам это надо Не знаю, ответила ли я на ваш вопрос, но постаралась С вами была я, Наталья Зайцева До новых встреч, друзья